Итак, Авраам принимает небесных гостей. Это 18 глава. Он знает, сколь велико развращение Содома и Гаморы. Он знает, что большего развращения трудно себе представить. Он знает также, что его гости чисты и непорочны, абсолютно чисты и непорочны. И когда их праведность встретится с развращением этих городов, будет большой взрыв. Будет великое столкновение. Он знает, что победят в этом столкновении небесные гости. И жителям Содома и Гаморы будет очень-очень плохо. Но есть одна загвоздка. У Авраама там родственники. У Авраама там родственники. И он не может себе представить, как это столкновение может обратиться во благо для его родственников. В 14 главе Авраам идет на войну, чтобы избавить Лота и его семью. В 18 главе Авраам молится, чтобы избавить Лота и его семью. Можно сказать, что перед нами первый пример долгой продолжительной молитвы в Библии. Мы находим его в книге Бытие, в 18 главе. Авраам идет со своим небесным гостем и пытается его убедить, молится ему. Это, конечно, молитва. Но она уж очень сильно напоминает торговлю на Ближневосточном базаре. Представьте себе, вы приходите на Ближневосточный базар, там написана цена, скажем, 500 рублей. А вы соображаете, что у вас в кармане только 490 рублей. Ну и что? Можно же поторговаться? И вот начинается торговля. Вот точно так же построен диалог в 18 главе, в конце 18 главы книги Бытие. В 23 стихе Авраам задает вопрос. Неужели ты погубишь праведного с нечестивыми? Неужели ты всех их погубишь, даже если среди них найдутся праведники? В 24 стихе Авраам продолжает. Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь сего места ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты попустил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. А дальше в 25 стихе звучит вопрос, который, пожалуй, может задать и задает каждый из нас. Когда ему кажется, что Бог поступает несправедливо? Когда нам кажется, что Бог наказывает невинных? Когда нам кажется, что страдают праведники? И мы спрашиваем, как Бог такое допускает? Как Бог такое может позволить? Авраам говорит следующее. Это еще в самом начале Ветхого Завета, в книге Бытие, 18 глава, 25 стих. Вопрос звучит так. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Судья всей земли, который судит весь мир, может ли он поступить неправосудно? То есть неправильно. Очевидный ответ на этот вопрос – нет. Конечно, не может. Если может, то с какой стати нам Богу поклоняться? Мы также доверяемся, что Бог знает и наше сердце, и наши мотивы. В 26 стихе Бог говорит, «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город, и тогда тебе не о чем беспокоиться». И вот тут начинается торговля. 28 стих. Он говорит, «А вдруг там не найдется 50? Допустим, есть только 45. Ну, до 50, в общем-то, не хватает 5 праведников. Неужели ты уничтожишь весь город, если до 50 не хватило 5?» В 28 стихе говорит Бог, «Нет, если я 45 найду, не уничтожу». Авраам продолжает торговаться. «А что если 40?» «Нет, даже если 40, все равно не уничтожу». Тогда Авраам снижает цену до 30. В 30 стихе. Обратите внимание, раньше он снижал по 5, а теперь снижает сразу десятками. Он освоился и начинает торговаться более активно. А если 20? Бог говорит, «Ну, и 20, если 20 не уничтожу». Тогда Он говорит, «А если там всего 10 праведников?» «Может, найдется там 10?» Бог говорит, «Не истреблю ради 10». И вот здесь молитва заканчивается. И заканчивается эта торговля. Мне довелось слышать проповедь одного из, пожалуй, лучших проповедников Соединенных Штатов, который объяснял, почему в этот момент диалог закончился. Я с его объяснением не согласен. Он сказал следующее. Диалог завершился, потому что Авраам понял, что даже 10 праведников в этом городе не найдется. Авраам понял, что праведен лишь Христос. Я думаю, что это здесь совершенно ни при чем. Это классический случай переноса Новозаветного богословия в Ветхий Завет. Во-первых, ведь конец беседы положил не Авраам, а Бог. 33 стих, «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом». Более того, мне кажется, Авраам был уверен, что в этом городе 10 праведников найдется. Но он ошибался. Не нашлось. Не нашлось даже 10. «Нравственность или безнравственность тесно связана с неверием. Богословие тесно связано с нравственностью. Жители Содома и Гаморы погрузились в самую страшную безнравственность. Эти люди были не только гомосексуалами, они были гомосексуальными насильниками. Нам хочется надеяться, что если бы Бог совершил что-то зрелищное, то люди покаялись бы. Но знаете что? Бог готов послать свое сообщение, готов послать свое слово любому человеку, готовому покаяться. Бог найдет способ достучаться до того, кто готов покаяться. Но дело в том, что не так много людей, желающих покаяться. Но если бы Бог явился лично, я бы покаялся, говорят люди. Нет, Бог был на этой земле 30 лет, а потом его убили. Его убили люди, которые отлично понимали, что он говорит правду. Ну, а что если Бог пошлет в эти места разврата своих ангелов? Посылал уже. Посылал. И даже праведников им с трудом удалось оттуда вывезти. И когда вот эти два небесных посланника, два ангела пришли в Содом, очевидно, сам Господь с ними не пошел. Третьего посланника не было. Третьего человека не было. Значит, здесь только два описываются. Вот сидит Лот при воротах Содома, и он отлично понял, сразу понял, кто они такие, и поклонился перед ними, поклонился им. Он говорит им то же самое, что в свое время говорил им Авраам. И сказал, «Государь мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». А они говорят, «Нет, мы ночуем на улице, мы будем ночевать прямо в центре города». Он приготовил им ужин, и не успели они даже лечь спать, не легли они спать, как городские жители заметили этих гостей. Гости, очевидно, были красавцами-мужчинами в хорошем смысле. И люди в городе узнали. Слух прошел об этих мужчинах. Жители города, молодые, пожилые, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота, и Лот к нему вышел, и в седьмом стихе Лот их умоляет. «Не делайте зла». Вот вам картинка плотского человека. Всегда он напрашивается на неприятности. Он взывает к другим подобным ему грешникам, но они не слушают. Потом он решает, как им разрешить этот конфликт. Что он делает дальше? Посмотрите, какой кошмар. Он предлагает этим мужчинам своих девственниц дочерей. Такое даже представить себе невозможно. И из этого мы видим две вещи. Во-первых, мы видим, как важно было с точки зрения Лота защитить гостей. А во-вторых, как запутался Лот по жизни, что он был готов отдать дочерей своих этим злодеям. они говорят, нет, не хотим мы твоих дочерей. Мы хотим этих мужчин. Отойди, мы их возьмем. Смотрите, Лот плотской человек. Он считает, что может повлиять на других плотских людей, но не может. Он жил с ними много лет, но никакого влияния на них им не имеет. Они устремились к двери, они готовы уже взломать дверь. А люди открыли дверь, схватили Лота, затащили его внутрь, закрыли дверь и поразили нападавших слепотой. И тогда небесные гости говорят, кто у тебя в доме? Двенадцатый стих сказали мужите, кто у тебя есть еще здесь? Зят или снов я или дочери или твои? И кто бы ни был у тебя в городе? Всех выведи из сего места, ибо мы истрибим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. Лоту не удалось оказать влияния на своих соседей, он пытается убедить теперь членов своего семейства. Он говорит, пора отсюда выбираться, пора отсюда выходить. А они решили, что он шутит. Они отказались его слушать. А теперь вопрос. Посылает ли Бог своего вестника, чтобы возвестить тем, кто хочет покаяться? Во всем городе нашлось всего четыре человека, готовые уйти. Лот, его жена и две дочери. И смотрите, Бог послал двух своих вестников, у каждого из них по две руки. Четыре человека хотят уйти из города. Бог посылает четыре руки, чтобы каждого из них, каждого из этих людей, вывести за руку. 15 стих. Когда зашла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих. И 16 стих. И как он медлил, он медлил. В 22 главе мы увидим, что праведник повинуется немедленно, даже если это требует от него пожертвовать самое дорогое. Плотский человек медлит, даже если требуется спасти самое дорогое. Они пытаются спасти ему жизнь, а он не уверен. хочет ли он спасаться. И вот дальше руки, смотрите. Взяли за руку его, вот не случайно говорил про четыре руки, его и жену его, и двух дочерей его. И очень важные здесь слова, по милости к нему Господь. По милости к нему они вывели его из города. 17-й, когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. И вот что поразительно, в 18-м стихе Лот говорит «Нет, владыка». В 16-м стихе он медлит. В 18-м стихе он противоречит им. «Нет, владыка». «Нет, по-другому. Я хочу спасаться по-своему». По-английски христиане часто говорят так. Можно сказать либо «владыка», «Господь», либо сказать «нет». Но вот эти два слова «нет, владыка», «нет, Господь» вместе не сочетаются. Если уж владыка или Господь, то как ему скажешь «нет»? Если скажешь «нет», то какой он тебе владыка и какой он тебе Господь. Поняли? Хорошо, что поняли. А вот Лот не понял. «Нет, владыка», говорит Лот. «Я не могу туда идти, позвольте мне остановиться здесь. Я до конца не пойду. Я только начну путь и остановлюсь здесь». Они сказали «ладно». Хочешь по-твоему? Пусть будет по-твоему. И здесь происходит страшная вещь. В 24 стихе сказано «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба». 25 стих. «И не спровер города сии и всю окрестность сию и всех жителей городов сиих и все произрастания земли». Это четвертый великий суд в книге бытия. Помните изгнание из Эдемского сада, проклятие земли и змея. Помните потоп, помните Вавилонскую башню. А теперь суд на два города на равнине. Суд это, конечно, меньше предыдущих, но все же суд. 26 стих. «Жена Желотова оглянулась позади его». В 17 стихе было написано «Не оглядывайтесь». В 26 она оглянулась. Еще раз, в 17 «Не оглядывайтесь». В 26 она все-таки оглянулась. Я уверен, что оглянулась она не просто из любопытства. Оглянулась она потому, что не хотела уходить. Она хотела вернуться обратно. «Вот там мой духовный дом». Содом и Гамора. Как тяжело оставить эти города. Не хочу туда, куда ведет меня Господь. Я останусь там, где выросла. Это был ее последний шаг. Ужас от этих судов находит на нас, потому что мы читаем, что она обратилась в царяной столб. Господь осудил ее. 27 стих. «И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа и посмотрел к Содому и Гаморе и на все пространство окрестности и увидел «Вот дым поднимается с земли, как дым из печи». «И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». Иными словами, Бог ответил на молитву Авраама. Мы уже видели страшные события. Мы видели разрушение двух городов. мы видели суд над женщиной и казнь убийства женщины. Невероятное совершенно убийство. А теперь увидим еще одно страшное событие. Во многом оно похоже на то, что случилось после потопа. между Ноем и его сыном Хамом. Здесь тоже опьянение, здесь тоже кровосмешение. Когда-то, еще во времена железного занавеса, сидел я в Будапештском аэропорту и разговорился в аэропорту с одним сирийцем. На нем были необычные ботинки. Я говорю, какие интересные ботинки. Они мне нравятся, сказал я. Он мне рассказал, где купил эти ботинки. Завязался у нас разговор. Я начал ему свидетельствовать. Был он родом из Дамаска. Мусульманин. Чем больше я ему свидетельствовал, тем подробнее он объяснял мне, почему он никогда не станет христианином. Он сказал, что не станет христианином, потому что не может поверить Библии. Он никогда не поверит Библии, потому что Библия все врет. Библия не может быть истинной. Он привел мне лишь один пример. И пример его был как раз из этих стихов, о которых мы сейчас будем говорить. Он говорит, не мог человек такого сделать. Я подумал, ничего себе, какую историю нашел человек в Библии, чтобы сопротивляться вере. Совершенно необычная история. Но он не мог поверить, что Лот способен было такое совершить. Но смотрите, во-первых, они его напоили. Во-вторых, праведником он не был. В-третьих, он был не там, где ему должно было оказаться. Он покинул город, но дальше не пошел. Он готов был уйти достаточно далеко, чтобы ему не сгореть, но до места праведности, до места, приготовленного для него Богом, он так и не дошел. Многие люди к спасению относятся именно так. Конечно, в ад нам идти не хочется, но в небеса тоже как-то неинтересно. В ад не хочется. Не хочется, чтобы нас наказывали за грехи, но не хочется идти в то место, где уже не согрешишь. То есть, в рай идти не хочется. Клайв Льюис предположил, что врата ада запираются изнутри. Что он имеет в виду? Ну, то, что, возможно, люди при желании могли бы уйти из ада, но не хотят оттуда уходить. Если бы в качестве альтернативы им предложили кондоминиум в Сан-Диего или во Флориде, то все бы из ада разбежались. Но альтернатива это другая альтернатива рай. Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Один из самых известных атеистов в мире Кристофер Хитчинс сказал, что жизнь в раю подобна жизни в Северной Корее. Богохульно он сравнил библейского бога с диктатором Северной Кореи. Кристофер Хитчинс таким образом говорит следующее «Если и есть рай, то я туда не хочу». И вот что интересно «Богач в аду в Евангелии от Луки». Да, я был вчера в монастыре здесь недалеко и видел огромную картину, где изображена эта сцена «Богатый человек» и «Лазарь». Так вот, богатый человек не просит, чтобы его отпустили. Он просит только о том, чтобы его посетили. Он просит, чтобы облегчили его страдания, но не просит о том, чтобы его выпустили из ада. Я не хочу делать на этом основании никаких заключений, но просто мысли интересны у Льюиса. Итак, Лот не хотел к спасению, не хотел спастись, он хотел просто не сгореть. Он хотел сохранить свою физическую жизнь, но ему неинтересно было. «Духовное спасение». Вот в этом самом месте, где он находится, дочери его говорят в 32 стихе. «Итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним и восставим от отца нашего племя». Эти женщины так хотели иметь детей, что пошли даже на такой развратный поступок. Только что весь мир их, включая их, женихов, их надежда на брак был разрушен. Они говорят, «А дети-то нам все-таки нужны, а мужчина в окрестности только один. Давай воспользуемся им, и будут у нас дети. Отвратительная, мерзкая мысль». Но так оно и было. Причем не один раз было, а дважды, две ночи подряд. И обе они зачали детей. 36 стих об этом говорит. «И родила старшая сына», 37 стих, «и нарекла ему имя Муав, он от отца моего, он отец моавитян. И младшая также родила сына и нарекла ему имя Бен-Ами, это отец детей своих, отец народа своего». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok